Наша героиня, Полина, родила в 13 лет. Отец ребенка учился в одной с ней школе. В отличие от других маленьких мам, Полина не участвовала в бесконечных программах, ток-шоу. Туда не возили всех ее родственников в студию. Из зала никто не кричал, да как это можно? Почему? Потому что папа Полины был последовательно против всяческой шумихи. Он справедливо и дальновидно считал, что их семье это вообще не на пользу. Сейчас Полине 19, она может сама решать, давать ей интервью или нет, например, нам. И у нее уже двое детей. Полина, давайте с самого начала. Как так получилось, что вы забеременели в 12 лет? Давайте подробно, как вы умеете. Я познакомилась в социальной сети с мальчиком, звали его Илья. Ему было на тот момент 13 лет, то есть моя параллель из класса. Мы переписывались долгое время, просто дружили, но ни о каких отношениях в принципе речи быть не могло. То есть я об этом никогда не задумывалась. И потом он познакомился с моей лучшей подругой, и мы все пошли гулять. После чего, буквально после этой прогулки, он начал встречаться, предложил встречаться моей подруге, и они были вместе, скажем так. Проходит месяц-два, мальчик вот этот Илья признается мне в любви. Ну и я решила попробовать. Плюс тогда уже начался, видимо, у меня переходный возраст, когда свои вот эти вот гормоны, свои чувства контролировать я уже не могла. Мы встречались, то есть просто ходили за ручку, я даже не целовалась с ним на тот момент, я даже не умела этого. Поэтому просто ходили за ручку, так наши отношения продолжались около года. То есть мне исполнилось уже 13 лет. И он просто, я пришла в один момент к нему домой, у него были родители дома, младшая сестра. И ситуация произошла такая, что родители с сестрой ушли гулять, Илья должен был доубираться дома, и мы должны были тоже пойти на улицу. Он сказал, подожди меня. В итоге я сидела, ждала, и в один момент просто Илья закрывает дверь и начинает ко мне приставать. Я говорю, Илья, нет. Во-первых, у меня родители строгие, во-вторых, у меня начинается переход в седьмой класс, там начинается медкомиссия, то есть просмотр гинеколога. Ну, в общем, всех врачей, я же не знала, как проходит осмотр гинеколога всегда. Я говорила, а вдруг узнают, что я не девочка, то есть давай не будем. В итоге он приставал-приставал, ну и вот в моменте вот этих вот чувств я ему уже и поддалась. И вот с первого раза вот это вот получилось, и буквально на следующий день, там может дня два прошло, человек просто кидает меня в черный список везде, и больше мы не общались. А можно вопрос? Во-первых, странные медицинские, но тем не менее, а у вас с какого возраста месячные? У меня месячные пошли около 13 лет, то есть там за месяц до 13-летия. Подождите, давайте я уточню. Получается, что вы забеременели в 13 или в 12? Получается, в 13. И родила тоже в 13. И что же он исчез после того, как выяснилось, что у вашей любви появились последствия? Да, как я вам только что сказала, вот произошел секс, и буквально через два дня человек добавляет меня в черный список, и больше мы не общались. С тех самых пор? Да. А его родители? И его родители также. Во-первых, я сама не знала о том, что беременна до четвертого месяца, примерно пока ребенок не пошевелился. То есть месячные только-только начались, как бы понятное дело, что там сбой цикла, все это пока формируется. И я не обращала на это абсолютно никакого внимания. А потом вот, когда уже ребенок зашевелился, я поняла, что так, что-то не то. Сделала тест, а там просто яркие вот эти вот две полоски, и все. Я ему, конечно, сразу же сообщила в школе об этом. То есть я подошла к нему, к его классу. Говорю, Илья, давай поговорим. Он отошел. Я говорю, я беременна. Он такой, это не мой ребенок. Все, давай пока. И ушел обратно в свой класс. Я подхожу опять к классу. Он просто начинает меня унижать. Начинает заставлять свой класс меня унижать. В итоге все надо мной смеются. Я говорю, Илья так не делается. И у него был урок трудов. И он просто деревяшкой с кулака бьет меня со всей силы по голове. И это последняя ваша встреча? Нет. Мы также виделись в школе, но на тот момент я уже боялась к нему подойти, потому что и получить боялась, и осуждение боялась. И вот я просто как замкнутая такая мышка ходила, потому что все на меня смотрели, все меня унижали, все меня обсуждали. И вот. И я была как бы такая серая мышка-одиночка. Я вставала на весы, я вижу, что я набираю вес. И мне было очень страшно, потому что я не знала, как чувствует мой ребенок, что мне делать, как сказать родителям. Я ничего об этом не знала совершенно. Я просто ходила в школу, втягивала живот, одевала большие вещи и думала, что это не видно. Погодите, а за что вас унижали и обижали? То есть стало всем известно, что вы с Ильей занимались любовью? Он всем рассказал, всем одноклассникам. Одноклассники рассказали другим одноклассникам. Но взрослые как-то не особо в это верили. Я больше чем уверена, что до взрослых это тоже все дошло. Но просто они не верили в такие сказки. И все, что он просто унижает как бы. Это какой был класс? Седьмой? Это седьмой уже, да. Значит, вы поняли, что беременны. Во-первых, по каким признакам, если вы не предполагали, что это может случиться? Как вы поняли это вообще? Расскажите подробнее. Начались странные ощущения в животе. Сначала это казалось как будто газы, бурление. В общем, что-то такое. Я долго не обращала на это внимания. А когда уже прям по животу видно, что там толкается ребенок, ну все равно это видно через живот, тогда я уже поняла, что это нифига не газы. То есть это вот настоящий ребенок для подтверждения сделала тест на беременность. И вот они эти две полоски. После моей маме начали говорить знакомые, что у Полины начинает выпирать живот. Она не беременна. Моя мама говорила, что да вы что, нет, какой беременна, типа нет. Мои родители как бы не догадывались поначалу, что я беременна, что я просто расту и набираю вес. Ага, давайте расскажите, пожалуйста, а как вы сообщили родителям, как они узнали? Родителям я вообще никому долго не сообщала. То есть мои родители узнали за месяц до моих родов о том, что я беременная. Испугалась. Испугалась не того, что меня наругают, испугалась того, что там что-то там накажут. А испугалась просто их реакция. Потому что, ну вот папа, я у него единственная дочь, то есть он меня настолько сильно любит, что не дай бог сердце у него прихватит, не знаю. Вот за это вот чисто боялась. А мама? Мама узнала о беременности, когда я приехала уже с Казани. Мы ездили в поездку плановую с классом. И было уже примерно 6 месяцев беременности. И как бы деньги были заплачены, я с животом, но никто его не видел, потому что я его прятала. Поехала в Казань. После чего там начались унижения, друзья отца моего ребенка. Пошли унижения с их стороны, что, а ты такая, такая. И я постоянно плакала по ночам. Я помню, как я просто лежала в номере. Уже было темно под одеялом. И я просто действительно плакала от того, что мне морально тяжело. Вот, я там побыла неделю, потом заболела. Я говорю, мама, я не приду, я болею, потом то еще что-то болит. Но в общем, у меня были отмазки не приходить к маме. И все, и когда все-таки мама говорит, ну-ка, давай приходи уже, неважно, больная, не больная, я как бы соскучилась по тебе, сколько я тебя не вижу. Все, я прихожу, мама меня обнимает, к себе вот так вот прижала по-матерински. И в этот момент моя дочь просто со всей силы взяла ее и пнула. Ходили в магазин, покупали прокладки и давали деньги ей на таблетки. Девушка делает вид, что, ой, у меня болит животик. Полина, она всегда такая пухленькая девочка, что мы даже подумать не могли, что у нас ребенок беременный. Так, а мама? Мама офигела, мама знатно офигела. У нее, мне кажется, голова просто сразу же стала седая. Она такая, Полина, это что? А я молчу, я сразу же все, я растерялась, я расплакалась. То есть, ну, типичная реакция ребенка. Все, она, Полина, ты беременна? Я говорю, ну да, беременна. Она, ну-ка, иди ложись на кровать, положила меня на кровать, трогает живот. А там ребенок вовсю шевелится. Она говорит, покажи мне грудь, потому что у беременных же ореола, она темнеет. Вот, все, она смотрит, и просто она в полном ужасе. Она просто села, она на меня смотрит, и она просто слова сказать не может. Когда я приложила руки к животу и сказала Полине, что ты беременна, она сказала, мама, нет. Отступать не было уже никакого смысла. Мы Полину не ругали, не орали на нее, нет. Потому что в этот момент ей нужна была наша поддержка. Все, когда она уже пришла в себя, она позвонила папе, папа приезжает с работы. Мы садимся за стол, и она просто говорит, рассказывай, как все это так получилось, от кого, с кем. Потому что с Ильей я на тот момент уже не общалась, они об этом знали. Вот, и все, я все рассказала. И папа говорит, ну вот, съездим в частную клинику, будем обследоваться. Потому что никто не знал, какой срок. А я примерно понимала, что плюс-минус скоро рожать. Все, и вот так вот мы съездили на УЗИ. И там говорят, у вас уже 35 недель беременности. Ей вот буквально через пару недель рожать. Сообщили родителям Ильи в этот момент. Они приехали. Они буквально там через одну улицу жили от нас. Вот, и сказали, ну все, будем рожать. Ну, мама говорит, давайте как-то какая-то финансовая помощь, будем помогать друг другу. Все-таки это не только Полинин ребенок, это и ребенок Ильи тоже. Ну, и отчим Ильи говорит, ну вы скиньте денег на такси, я вас довезу там до больницы. То есть постоянно скиньте денег, скиньте денег, я помогу. А забегая вперед, Илья или его родители никаким образом не участвуют в жизни Ульяны? Нет, прошло 6 лет, никаких действий абсолютно. В самом последнем месяце мне очень понравилось, что мы с моей мамой ходили, покупали пеленки, ходили, одежду выбирали, покупали кроватку, коляску, комод. То есть мы все это просто вот вместе делали. И я знала, что я разговаривала со своим животом, что вот, доченька, у нас уже все готово, мы тебя очень ждем. Я невероятно разговаривала со своим животом. И мы просто ждали появления, что вот еще 5 недель и я рожу. Вот расскажите про сами роды. Там это ночь, день, когда вы поняли, в общем, как это началось и дальше. Началось это все так, что 19 июля нам звонят из полиции и говорят, что на Илью завели уголовное дело. Просят нас приехать, то есть рассказать это все так же вот на камеру, как на допросе просто. Я тогда испугалась безумно. Вот, приезжаем, меня допрашивают и говорят, что, ну, Илья отказывается от того, что он является отцом Ульяны. Вот, и все, это как вот просто нож в спину. Я прям там на камеру начала реветь, у меня началась жуткая истерика, ну, что как так? Вот, что я была с этим человеком в отношениях больше года, я была ему верна, то есть я безумно любила этого человека. Вот, и вот так вот про меня сказать, что я там где-то что-то нагуляла, конечно, было безумно обидно. Я ехала всю дорогу ревела, весь вечер ревела, полночи проревела и в итоге уснула. И понимаю, что сквозь сон у меня болит живот. Но это не так, что как бы там, мааа, умираю, нет, просто, ну, как будто месячные должны начаться. Все, сплю, сплю, живот болит, 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 то есть ничего это не проходит, дальше сплю. Все, уже наступает утро, встаю с кровати, начинаю застилать, а у меня по ногам бежит вода. Я думаю, недержание, не сдержалась, побежала в туалет, потом побежала мыться, все, выхожу из ванны, вроде полегчало. Иду к маме, мама готовит кушать и резко у меня схватывает настолько адский живот, что я просто не могу ни заговорить, ни дышать, ничего не могу. И мама сразу же поняла. Мама троих родила, мама сразу же поняла, что это такое. Все, а Наполина, живот часто болит, я говорю, у меня всю ночь живот болел. Все, мы позвонили нашему частному гинекологу, она сказала, то есть не торопитесь, скорую не вызывайте, она родит еще не скоро, она первородка. Все, мы поехали на такси, попали там в пробку, у меня схватки усиливаются, я уже вот, ну, чуть ли не знаю, в тряпку не ору, лишь бы таксиста не напугать. Все, мы приезжаем в роддом, у меня 5 сантиметров раскрытия, воды отошли, и все, и меня переводят в родовую палату, мама переодевается вместе со мной и идет вместе со мной в родовое. Дальше происходят все процедуры, которые должны, анализы, подключают к ЭТГ, все, и вот так вот с самого утра получается до полшестого вечера я была в схватках. Мама пыталась меня как-то отвлечь, как-то со мной поговорить, там она взяла телефон, говорит, Полина, давай поиграем в игру, давай поиграем в слова. Я говорю, мама, какие слова, говорю, мне не до слов. То есть и как бы и маме смешно, и она понимает в этот момент, что мне ничем абсолютно помочь нельзя, то есть вот это вот ее материнское сердце все равно болит, она видит, как мучается ее ребенок и ничем помочь не может. Вот, звонит папа, говорит, ну что, родила, не родила, мама говорит, нет, еще не родила. Мама дает мне трубку и папа просто говорит, давай, чтоб я пришел к дедушке, и ты позвонила, что ты родила. И вот он приходит к дедушке, и я звоню ему, что я родила. Какой был вес, рост у Ульяны? Ну вообще, какой она родилась? Ульяна родилась с весом 3 килограмма 480 грамм и 50 сантиметров. Замечательно. И с хорошими показателями по Абгар? Да, 9 баллов. Сразу было понятно, что ребенок остается с вами, да, или нет? Нет, когда мы еще до родов проходили обследование, к нам пришло заведующее отделение, и просто она даже не спросила, будем мы оставлять ребенка, не будем мы оставлять. Она просто сказала, так, ну что, давайте оформлять документы, ребенка же вы как бы оставляете здесь. Мама просто в полном ужасе говорит, нет, мы ребенка забираем. То есть мы его никуда не отставим, и все. И тогда даже у заведующей изменилось к нам отношение, что это не просто какой-то залет, а что мы действительно берем вот ребенка себе и будем воспитывать. Татуновский тату, тату скажем, что это не только для этого, на истрах partikale. Татуночский тату, татущики твин таток. И та Тули, 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 Лас, Татули. Аый какие тули, 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 лек. Ульяна! Ульяна! Ну, расскажи что-нибудь. Что вы думаете? Насколько вы в свои 13 лет почувствуете, что это ваш ребенок? Вот в какой момент? Сразу же. Вот сразу же родила, вот в эти секунды считанные, пока ее ложили мне на живот. И мы посмотрели вот с ней друг в другу в глаза, и в этот момент она заплакала, и я заплакала. Все, я сразу же ее обняла и говорю, все, это мое, это моя Ульяна. Ульяна! Вам известны подробности этой истории? Что-нибудь знаете об этом? Ульяна! Посмотри! Улыбнись, Ульяна! Вот! Что, игрушки надо? Сейчас подниму. Потом нас перевели в послеродовое отделение. Там мы с мамой лежали два полных дня, на третий нас выписали. Эти все дни я не брала ребенка на руки, я боялась. Я говорю, мама, она же маленькая, я ее сломаю, говорю. Вот, то есть мама делала все абсолютно сама, и при родах я потеряла много крови, что на следующий день я потеряла два раза сознание. То есть я боялась ее взять на руки чисто из-за того, что вдруг я упаду, и что с ней тогда. Ребенка снимай. Ребенка снимай. Ребенка снимай. Вот так. Пойдем. Вот и все. Покричали. Поворили. Мы покричали и поорали. Левую, правую, ближе ко мне, дальше от меня. Ближе к вам. Точно? 100%. Ближе к вам. Сейчас мы тебя замотаем. А кулачок-то вкусный какой. Ой, вкусный какой кулачок. А-а-а. А-а-а. Такая вся чистая девочка у нас. Ульяна, да. Ульяна, да. Ой, какой. Ой, 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 ой. А-а-а. Потом маме пришлось уехать. Оставить меня с ней одну, потому что ей нужно было привезти вещи на выписку. Нужно было все равно отблагодарить врачей. То есть это все нужно было закупить, и она оставила меня как бы с ней. Иногда родителям приходится очень сложно, чтобы предоставить ребенку все возможности. Нашей героине Полине, кстати говоря, приходится эту задачу, как и всем родителям, постоянно решать. И часто сложно именно финансово. Кстати, об этом. Вот я, например, человек, который в жизни не взял ни одного кредита, кроме ипотеки. Но я совершенно спокойно пользуюсь кредитной картой каждый день. У меня нет предубеждений. Давайте поговорим про карту Тинькофф Платинум. Эта карта своего рода дополнительный кошелек. Можно с ней позволить себе больше, чем без нее. Если нужно что-то купить себе или ребенку, появляется такая возможность. Во-первых, ее кредитный лимит повышен до миллиона рублей. И до 55 дней вы не платите проценты ни за какие покупки, сделанные этой картой. Во-вторых, есть кэшбэк до 30% бонусами. И есть рассрочка платежей. И еще важное. Можно этой картой погашать другие кредиты. На это дается 120 дней. Итак, переходите по ссылке в описании к этому видео и оформляйте карту Тинькофф Платинум с кредитным лимитом до миллиона рублей. И в этот момент приходят врачи, там надо сходить, сделать с ней прививку, надо сделать взвешивание. И в этот момент я просто ее беру, говорю, ну давайте, все, раздевайте ребенка. А я боюсь, ну вот видимо материнский инстинкт вот этот вот пришел ко мне, я сразу раздела, говорю, ой, а она там в подгузник сходила. Они говорят, да ничего страшного, типа сейчас взвешиваем и поменяю. Я говорю, нет, давайте я сначала поменяю. Сама все поменяла ей, положила ее на весы, потом обратно одела, запеленала, хотя мне никто никогда не показывал, как это нужно делать. То есть вот просто как-то машинально я сама правильно ее запеленала, положила в люльку, мы поехали на прививку. Там также все, сама ее раздела, подержала, прививку сделали, она заплакала, я ее покачала, запеленала, увезла в палату, покормила, мы легли спать. Ку-ку? Ку-ку. 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 Где глазки? А носик? А ротик? А зубки? А щечки? А ушки? Правильно. А волосики? Вот так правильно. Вот вас выписали и дальше как было. Нас выписали и просто началась вот эта вот рутина материнские вот эти вот дни, когда мама показывает, что как делать. Говорю, мам, я уже знаю, я уже всему научилась. То есть сама ходила с ней гулять, сама ее кормила, сама укладывала спать. Все сразу же начали обсуждать. Маму вызвали в школу в этот момент, что, ну, все переживали, что как я буду учиться, потому что, во-первых, вот эти вот слухи, они до сих пор никуда не осели. И ради моей безопасности директриса предложила маме перейти мне на домашнее обучение. То есть мне дают домашнее задание, я делаю его дома, приношу в школу на проверку. Так вот и началось. Отец Ульяны меня видел, и с коляской видел, и в школе видел, но никак не объявлялся абсолютно. Сейчас пойду в магазин, потому что надо купить творог, сметаны и Улю вечером покормить. Вот. Еще надо, короче, узнать домашку, сделать домашку, потому что время уже два часа, и надо закончить все это дело, и чтобы мне уже под вечер ничего не делать. То есть вот с этого момента, с момента рождения Ульяны вы учились дома уже? Да, до девятого класса я училась дома. Ну, короче, полтора года, да, вы учились дома? Полный учебный год, вот, седьмой-то класс я же закончила в мае, а летом родила. То есть год учились дома, а потом, после девятого? После восьмого было принято решение, что мне нужно вернуться все-таки в девятый класс уже полноценно, потому что там начинаются экзамены, мне нужно готовиться, ну, в общем, полноценно учиться. Мы отдали Ульяну в частный садик, ей был год и один месяц, все, и я вернулась в школу, училась, дала экзамены, дочь ходила в школу, все. Первым делом я забираю Ульяшечку из садика, и мы идем домой. Ульяшечка очень любит ходить сама, и за ручку со мной она никогда не ходит. Ульяна любит очень убегать и самостоятельно идти. Что вообще люди вокруг? Они вообще как себя вели? Какая вообще атмосфера была? Вот девочка 13 лет, вышла гулять с коляской, там люди знают, что это не просто там какой-то ребенок, а ваш ребенок. Как это все обстояло? Атмосфера была напряжная, то есть люди смотрели, вот эти вот косые взгляды я постоянно ощущала. Я смотрела, как люди вот шушукаются, особенно молодежь. Если взрослые это как-то не показывали, то молодежь прям могла обернуться и хихикать. Я даже как-то оборачивалась, говорила, а вы потише можете? Вот, то есть это было долго. Потом я еще блог начала вести, короче, до сих пор, вот по сей день все равно еще не отстают. Ку-ку! Ульяна! Ай, кто меня тут сидит марает? А? Ульянкин! Ульянкин! Ну посмотри на маму! Пожалуйста! Пожалуйста! Ах ты, че прячешься? Ну ты зачем меня мараешь? Все измирала. Ах ты! Ах ты хитрюля! Ты хитрюля? Ульяш! Нет? Ну вот, садись нормально и посиди. А подруги и друзья? У меня была одна единственная подруга, с которой я дружила со второй по седьмой класс. А потом вот такая вот ситуация произошла, что вот я забеременела, ей стало стыдно с такой общаться подружкой. И все, больше я ни с кем не общалась. На данный момент у меня есть одна подружка, с которой вот я уже четыре года дружу. Вот, но и то я не скажу, что мы такие великие подружки, там лучшие. А просто вот, ну списываемся, редко видимся. Все, так в основном я дома с детьми. На улице гроза, идет дождь, гремит, все затянуто. Вот так вот. Мелкая спит. Я сейчас тоже пойду заниматься своими делами. Вот, да. Погода, конечно, не айс. Маленькая спит. Все вспотело. Бедная мама. Кошмар. Давайте уточним вот такой момент. Вот смотрите, вы же живете, ну по крайней мере в детстве, вы жили с папой? До пяти лет я жила с мамой. Потом в шесть я переехала к папе. Они в разводе, родители? Родители не были женаты, у них был чисто вот такой вот гражданский брак. Родители разошлись, когда мне был год. Мы жили с мамой, то есть в общаге, а мама у меня как бы строгая. То есть то нельзя, это нельзя, это за собой убери, то есть все. То есть лишних вкусняшек у меня там никаких не было никогда. А папа, у папы я единственная дочь, он меня хотел, очень сильно любил. И поэтому он покупал мне все. Надо тебе Барби, донать тебе хоть не одну, хоть две, хоть три, пожалуйста. Надо тебе кукольный домик, мебель в него. То есть он все постоянно покупал. Надо Бабибоны, вот ну пожалуйста, все для меня. И вот такими темпами папа просто в один момент сказал, переезжай. С учетом того, что мама у меня любила выпивать тогда, я как ребенок этого всего боюсь, я все-таки переехала к папе, потому что папа у меня не пьет. А у мамы есть еще, вы говорите, она родила троих, у мамы есть еще двое других детей, да? Да, у меня есть старшая сестра, ей уже 28 лет, и младшая сестра, на данный момент ей уже 14. А у папы есть жена? Это я спрашиваю, поверьте, не из личного любопытства, а просто представить, в каких обстоятельствах вы жили. Нет, папа так себе больше никого после мамы и не нашел. Папа работает кем? Папа работает на электростанции, то ли слесарь, то ли сантехник, короче, что-то вот из этого. А мама? Мама работает в школьной столовой. Кобаром? Да. Объясню свой вопрос. Ну, во-первых, просто интересно, а во-вторых, у нас вот тут недавно вышло видео, где героиня, девушка, которую там раньше звали Вали Исаева, сейчас ее зовут Муслима Исаева. В общем, взрослая уже женщина, вполне себе стоящая на ногах, воспитавшая четверых детей. И зрители, судя по комментариям, убеждены, что забеременеть в юном возрасте может только человек из очень сложных, трудных условий, часто маргинальных. Поэтому я и задаю вам вопросы, кто ваши родители и как вы жили, потому что мне кажется, что в юном возрасте забеременеть может любой, кто не проявил достаточной осторожности. Ну, еще, очевидно, та девушка, у которой очень раннее, как сказать, развитие, вот. Хотя в вашем случае оно, по-моему, вполне стандартное. Все-таки 13 лет – это вообще обычно, мне кажется. Ну, мне тоже постоянно говорят, постоянно пишут комментарии о том, что, ну вот, она забеременела так рано, потому что родители ей не дали должного внимания, родители не дали должной любви. Хотя на самом деле все это абсолютно не так, то есть, что папа меня любил, безумно баловал, что мама, она постоянно приходи в гости, там, давай куда-то сходим погулять. То есть, внимание от родителей у меня постоянно было. То, что родители не разговаривали со мной о половом воспитании, да. Они считали, что, ну, как я с ней буду разговаривать о половом воспитании, если она уже еще такая маленькая, как ей все это объяснить? То есть, ну, так много родителей, на самом деле, считают, мне даже писали об этом, что, да, я там в твоем возрасте в куклы играла. Они перед мальчиками ноги раздвигала. Ну, никто не хочет говорить о половом воспитании, что вот нужно, нужно предохраняться, что такое месячные. Даже банальный вопрос, почему у мальчика с девочкой разные половые органы. То есть, ваши с вами не обсуждали? Нет. С учетом того, что я жила у папы, и папа, как мужчина, просто не знает банально, как разговаривать об этом с маленькой девочкой. Вот. А мама как-то вот этот вот момент упустила. Мы смотрим мультики, Ульянка тут рядышком со мной. Вот. Сделали все дела, время 6 часов уже. Поэтому сейчас немножко поваляемся. Доча. И там уже надо купать ее. И доча. И укладываться уже спать. Слушайте, мои тоже со мной не разговаривали. Надо сказать на эту тему. Мама тоже мне, по-моему, что-то на эту тему рассказала. Да, вот тоже, мне кажется, лет в 13. А то и даже, возможно, нет. Ну, где-то так. А про предохранение вы что-нибудь знали? Предохранение, да, конечно, я знала про это и без мамы. То есть интернет уже тогда был. Я даже говорила Илье об этом, что ну давай хотя бы с презервативом. А он говорит, я маленький, мне не продают. Так, мне кажется, это неправда. Ну, не знаю, насколько это правда, неправда. Просто вот у него был один аргумент. Я маленький, мне не продают. А может и правда. Ну, да. А еще, ребята, я не призываю ни в коем случае вас разжать в 13 лет или вообще рано. Не надо этого делать. У меня это произошло по глупости. И я за свой глупый поступок сейчас отвечаю. Я сижу со своим ребенком. Поэтому, ребята, не надо торопиться. Пожалуйста, гуляйте, гуляйте с подружками. То есть главное не совершать вот таких вот глупостей. И просто пока что наслаждайтесь тем, что у вас есть свобода, что вы гуляете, что вы все занимаетесь чем хотите. А вот я сижу с Ильяшей. Мы с вами завершили разговор на том, что вот вы сначала учились на домашнем обучении, а потом пошли в школу. А как вообще вот вы обходились с ребенком? Вы жили тогда с мамой, получается, когда Ульяна была, ну, совсем крошечная? Да, я жила с мамой. Так настоял папа, что мама опытная. Она знает, как, что нужно делать. Все-таки троих детей родила. А я у него одна. И то он все мое детство просто работал, чтобы меня обеспечить. То есть он рано утром уходил, я сплю. Поздно вечером приходил, я уже тоже сплю. То есть он не знал вот этого вот. А что если заболеет ребенок? Как менять памперс? Как пеленать? То есть, ну, как мужчине, ему это неизвестно. Будешь вкусняку? Лучший способ передать любовь. Киндер-шоколад ищет улыбки. У вашего ребенка есть шанс стать новой звездой. Его улыбка может быть синим в упаковке. Ты будешь сейчас сплевывать это все? Такой вид страдальческий сделала, да? Чего там за сон? Давай, Ульяша. Ням-ням. Я тебя обратно затолкаю. Я тебе все равно обратно затолкаю. О, нравится, видишь? Не нравилось бы, она бы выплюнула. Давай. Ага. Это же вкуснятина. А ты сама попробуй. Я пробовала. Это полный. Очень даже вкусно. Да, Ульяна? Очень даже вкусно. А вот насколько ребенком, насколько Ульяной, условно, до ее осмысленного возраста занимались вы или мама? Как у вас роли распределялись? Кто был ее главный взрослый? Вы или мама? Официально мама. То есть мама взяла опеку, она несла ответственность за ребенка. Но я абсолютно делала все сама. То есть я говорю, мама, я сама мама, я должна сама. То есть я и пеленала, и кормила, и меняла памперсы, купала. И спать укладывала все абсолютно я. Мама даже была удивлена, что ну как, она не успела меня к этому подготовить. Она не успела мне про это рассказать, а вот я уже все сама делаю. То есть осознанность того, что я мама, и что вот это уже моя ответственность, и перекладывать ее на кого-то не нужно, я поняла вообще сразу. Я разобрала у Ульяши этот шкаф. Вот у нас столько памперсов. А мы носим всего два памперса в день у нас уходит. И все. То есть их слишком много. Вот. Я так одеваю памперсы, Леоню, только на прогулку и на сон. Все, больше мы памперсы не носим. Вот. Тут разобралась у нее в обуви. То есть я купила вот ей сандалики. Ну и так обувь стоит. Разобралась у Ульяши в полке. Вон сколько игрушек. Да, Ульяна? Вот. Здесь сейчас будем прибираться, да? Бардак. Вот тут прибрались. Полина, а Ульяна называла мамой кого? Вас или маму вашу? Меня. То есть изначально было то, что бабушка – это бабушка, мама – это мама. То есть когда она родилась, я уже скажи мама. Мама моя говорила, скажи баба. То есть мы сразу как-то учили ребенка, что бабушка – это бабушка, а я – мама. Где бабушка? Где бабушка? Ульяна! Поговорить охота, да? Ты кушать хочешь, да? Ульяна! Пожалуйся бабушке. Получается, что следующий год вы, Ульяна, пошла, ну, давайте назовем там по-понятному, в ясли, в садик, а вы пошли в школу доучиваться, да? Да. Ну, а как это было для вас? Тяжело. То есть я весь год провела с ней, я настолько к ней привязалась, что отдать ее кому-либо, я даже маме не всегда ее доверяла, было для меня очень тяжело. Я просто стояла вот так вот под дверью, я слышу, как она плачет там, ну, адаптация к садику, все. И я сама за дверью стою, у меня крокодили и слезы вот эти вот. Я хочу ее забрать, но при этом я понимаю, что нужно. Все дети через это проходят все равно, а мне нужно идти дальше учиться. Сейчас я начинаю делать свои замечательные уроки, в скобочках замечательные. Так мы вечер и проходят уроки Ульяна, уроки Ульяна, да. Ну, давайте не будем меня отвлекать, и я дальше пойду делать свои долгожданные и замечательные уроки. Ура! Наконец-то я закончила делать уроки и пошла в ванну. Господи, как долго я этого ждала. Сейчас я помоюсь, расслаблюсь и лягу тоже отдыхать. А вы пишете у себя в блоге, что вы учились так себе? Да. Ну, в принципе, это очень даже объяснимо. Столько событий в жизни. Не то, что даже объяснимо. Я далеко не глупый человек на самом деле. Просто я ленивая. То есть я что с первого класса по девятый, я была ленивая безумно. Зачем мне эта домашка, если я могу пойти погулять? Зачем мне эта домашка? Зачем учиться? В принципе, ну, вот такое вот мышление детское было, что вот так. То есть когда я была беременная, да, я сразу же поняла, вот мне нужно учиться, мне нужно учиться, потому что я беременная. То есть из 3-2 я вышла на 4-5 в четверти в годовых. Вот. А потом родила уже, естественно, это все опять упало, потому что и недосып, и зубы начались, и постоянные больничные, что я просто опять скачилась вот на 3-2. Для меня не было целью заработать какую-то там высокую оценку. Для меня лишь бы 3 поставили. То есть я напишу что-то, спешу там быстренько, и лишь бы вот 3 заработать, и все. Ульяшек тут со мной рядышком. Вот. Да, Ульяна? Эй. Эй. Да, и вот так вот. Не хочет она идти делать дела. Она сидит на подоконнике. Слава богу, у нас подоконники теплые. Вот. Так что вот так вот. А дела делать надо. Ульяна, пойдем делать дела. Пойдем дела делать. Пойдем. Ты что уронила? Упала. Упала, да. Полина, а насколько вы столкнулись в школе с осуждением? Я сейчас объясню, о чем я говорю. У нас вот, даже если вы будете ангелом, предположим, даже если вы лучшая мать на свете, предположим, то обязательно будет хейт. Потому что нашим людям обязательно нужно осудить человека. А уж тем более такой повод. И вот там обязательно будут доморощенные судьи, которые будут писать всякие гадости. Вот поверьте. Хотя они могут быть в душе люди очень хорошие, но они прям не могут удержаться, чтобы не настрочить комментарий очень злой. А я представляю, что... Это-то взрослые люди. А я представляю, что барьеров у детей, подростков вообще меньше. Они-то, возможно, и говорят что-то в лицо. Как это было? Нет, в лицо никто не говорил. В лицо все боялись абсолютно что-то сказать. Но за спиной были, конечно, вот эти насмешки, обсуждения. И вот так вот пальцем на меня тыкали. То есть я все это видела, конечно, из учителей тоже. Из учителей никто даже повода никакому не давал как-то заговорить со мной на эту тему. Единственный был у меня учитель, не буду называть, когда мы с ней забеременели в один срок. Но она родила буквально на пару месяцев раньше меня, ну, не доносила ребенка. Вот. И потом она при моем классе, пока меня не было, говорила, вот смотрите, а я родила, а потом Полина за мной повторила. Меня это вот просто вот так убило. Ну вот я высчитывала просто дни, чтобы вот забеременеть вместе с тобой. Ну-ка, почитай. Ну? Что там написано? Я делаю. Да? Ну, давай еще смотри. Ну? Делаю. Да. Интересно? Да? Ну ты капец. Вот вы закончили девятый класс, да? А потом? Потом я год решила отдохнуть от учебы. Думаю, пока пусть дочка ходит в садик, я просто отдохну. Прошел так год, я там сидела, занималась какими-то домашними делами, начала развивать как-то свой блог. Вот. А потом я планировала на следующий год уже пойти полноценно научиться, получать профессию. А там начался коронавирус, в общем, все вот эти вот болячки. И папа испугался, говорит, давай-ка ты пока дома посидишь на всякий случай ради твоей безопасности. Ну и все, и вот так вот я все еще дома и сижу. Уже жду не дождусь, когда я сделаю ремонт, потому что тут Ульяна все наклейки пообрывала, и как бы стены стали уже голые, а они были раньше в обоих, то есть мы потихоньку начинаем. То есть вот, и вот это вот жесть, и я поскорее хочу тут уже все исправить, чтобы тут все было нормально. Как вы учились потом? Я уже все, я не училась, я вот как девятый класс закончила, больше так и не поступала никуда. А в колледж какой-нибудь? Нет, не пошла. То есть у вас как бы профессии как таковой пока нет? Нет. А что на эту тему вы думаете? Ну, по идее, сейчас ты вот уже взрослая девушка. Какие-то есть идеи о какой-то профессии? Или в принципе это я вам навязываю свою точку зрения? Да нет, я на самом деле уже долго об этом задумываюсь, пойти учиться там какую-нибудь вечернюю школу, то есть подправить свой аттестат, получить какую-то профессию, уж не важно какую, просто чисто для подстраховки, чтобы она была. Вот, но как сейчас показывает практика, в любой какой-нибудь магазин за 30-35 тысяч берут уже даже без образования. А вы работали же правильно в магните? Да. А кем? Продавец. Где Боба? Нет, тут. Тут Боба? Да. А шишечка где? Нет. Вот тут. Да. А что ты сделала? Упала. Упала? Да. Где упал? Ой, где упала? На улице упал? Да. Скажите, пожалуйста, Полина, а в вашей жизни были какие-то ток-шоу или какие-то передачи? Что-нибудь? Я просто, ну я прошу прощения, это как прошло мимо меня, я не в курсе, вы в чем участвовали в каких-то программах? Да, меня много куда звали, и на передачу ДНК звали, и на Пусть говорят звали, и на мужское и женское звали, но папа у меня вот против этого всего, он считает, что это афишировать не нужно на всю страну, то есть вот занимаясь блогом, занимайся, пожалуйста, но афишировать это на всю страну, он боялся за мою безопасность, как потом люди на меня будут смотреть, может где-то подкарабурят, убьют, вот, он считал, что не нужно рассказывать об этом на всю страну, вот, но потом все-таки в один момент я папу все-таки не послушала и улетела в Москву на съемки Бородина против Бузовой. Программа раньше проходила на телеканале ТНТ, вот, но в основном по типу мужского, женского так же всех обсуждали, разбирались в каких-то ситуациях, и вот меня позвали на передачу не в качестве, там, главной героини, да, а просто собрали всех вот таких вот молодых мамочек, как я, и каждый из нас рассказывал свою историю под экспертами, под психологами, то есть под юристами, ну, со всеми вот этим. Какой-то был резонанс от программы, она вообще вышла в эфир? Да, в эфир она вышла. Ну, пришла к вам слава, или это не та уровня передача была? Нет, это не та уровня передача, то есть ее молодежь не смотрит. Ее смотрит уже поколение старше, и, как правило, это поколение уже не сидит там в каких-то инстаграмах, в каких-то соцсетях, вот, чисто вот она по телевизору прокрутилась, и все, про это все забыли. Всем привет! Мы вышли с детьми гулять, у нас на улице очень жарко, вот, хотя на удивление, это в первый раз, мне кажется, такое, чтобы у нас в сентябре была такая жаркая погода. Вот. Не знаю, что у меня с состоянием, потому что вчера я весь день отсыпалась, сегодня весь день отсыпалась, и прям чувствую, вот, какая-то усталость. Ладно, давайте про блог. Мы с вами говорим про инстаграм и ютуб, да? Или про какой блог? Про инстаграм и ютуб, да. Вот мне встретилось, как бы, я сужу исключительно по каким-то заметкам в газетах, на самом деле, и там пишут, вот, там, вот, видео набрало миллионы просмотров, и я не могу найти. Где все эти видео? Канал уже я удалила, то есть тогда карьеру ютуб-блогера я закончила. Да, почему? Я нет. Ну, потому что, как оказалось, совмещать две соцсети, это очень тяжело, то есть каждый день нужно выходить в инстаграм что-то снимать, нужно находить время и на ютуб, чтобы и это было и качественно, и все это смонтировать, то есть это занимает, на самом деле, очень много времени, как вы меня понимаете, вот, и мне пришлось сделать выбор в что-то более, либо я выбираю инстаграм, либо я выбираю ютуб, но ютуб тогда мне приносил, ой, инстаграм мне приносил тогда больше доход, чем ютуб, ну и, естественно, чаша весов перешла на инстаграм. Так, ну что, вот так вот выглядит моя талия на сегодня, не осиная, конечно, талия, девочки, не дюймовочка, но, смотрите, они мне стали просто большие, вот, и тут везде, короче, висят прям, вот, а прикол в чем? Прикол в том, что я эти джинсы покупала неделю-полторы назад. Вот так вот, девочки, вот так вот. Расскажите про хейт, что вам пишут? Когда изначально я вошла на платформу ютуб, и видео мое о моей истории родов набрало миллионы просмотров, писали разное. Конечно, большинство это была поддержка, что там, Полин, ты все сможешь, ты справишься. Были, конечно, и люди, которые, ну, не поддерживали это, говорили вот такие вот комментарии, как «я в твоем возрасте там в куклы играла, а не ноги раздвигала». От мужчины были комментарии, что «я ходил палкой по лесу, бил, траву там скачивал», то есть, ну, все, вот, а не с девочками спал. Кто-то писал, что «бедная моя мама», что «я повесила ребенка на маму». Кто-то писал, что «вот я такая вот девушка легкого поведения», нагуляла, свесила на родителей и сама где-то дальше там гуляю. То есть, много разного было. Вот, в основном поддержку писали мне тоже вот мамочки, которые уже родили, которые уже воспитывают своих детей и понимают, как это нелегко. Вот, а писали хейт и всему тому подобное. Подростки такого же возраста, как сейчас я. Вот, конечно, есть и понимающие люди, и люди, которые не верят, но... Что такое, солнышко? Зачем ты стульчик взяла? Короче, взяла она стул. Я не знаю, что ей с стулом надо, но, короче, пипец. А в Инстаграме пишут что-нибудь сейчас? В Инстаграме на данный момент нет. На данный момент там чисто моя аудитория, с которой я нашла уже общий язык, которая меня понимает, и никакого обсуждения просто нету. Ребята, всем доброе утро, всем привет, как у вас дела? У нас все хорошо. Улечка сейчас в садике, но скоро я уже ее забирать пойду, потому что нам надо идти к дерматологу, потому что мне не нравится ее сыпь. Еще я решила немножко заняться планером, потому что как бы у меня времени не особо, мне надо сейчас написать все темы для Инстаграма, для Ютуба, что да как делать, но и включу что-нибудь по ноутбуку. Сейчас вам 19? Да, сейчас мне 19. И у вас двое детей? Да. Расскажите, пожалуйста, историю появления Кирилла, второго ребенка, сына. Произошло это так, что у нас в Екатеринбурге открывался новый торговый центр, и меня позвали туда знакомые на открытие, там была праздничная программа. Все, я взяла дочь, мы туда поехали, была праздничная программа, все, мы посмотрели, зашли на фудкорт, потому что ребенок проголодался. И там был молодой человек, который постоянно на меня смотрел, постоянно на меня оглядывался, ну и подружка просто говорит, ну иди попробуй с ним познакомиться. Ну а я такой человек, я не стесняюсь, я взяла, подошла да познакомилась. Все, как оказалось, потом этот человек женат, у него есть дети, но узнала я как раз-таки от отца моего сына об этом. Он нашел мой номер, написал мне, и вот все мне это рассказал. Ну и так мы заобщались. И вот, находясь в таком ритме жизни, у меня появляются отношения, где я начинаю нервничать еще больше, плакать и заедать еще больше. И привело это к тому, что мой желудок просто начал растягиваться. Я поела, и через полтора часа я снова дико хочу кушать. И снова начался вот этот вот круговорот, диета, срываюсь, набор веса в два раза больше, потом снова диета, потом снова срываюсь. Все, общались, общались, что-то переросло больше, чем дружбу. И он меня пригласил к себе домой. Ну и вот так вот все закрутилось, завертелось, что мы встали в отношениях. И все. И вот я забеременела. А вы осознанно хотели ребенка или это было случайно? Да нет, конечно, это случайно так произошло. Как разбудить этого сладкого мальчика? Все спит, да спит. Ну, я просто, я знаю, что в этом месте уже, допустим, идет видео, в этом месте уже люди пишут. Кто-нибудь научите ее предохраняться. Что вы скажете этому человеку? Ну, глупость. Это глупость как моя, что я не проследила за предохранением, так и глупость мужчины этого. То есть, ну, никто не думал, что я так быстро умею беременеть. То есть, там тоже получилось это все с первого раза. Вот. То есть, никто этого даже не ожидал. Дети у меня тут сидят на ослике или собака, это кто-то. Осел. Вот. Так что гуляем. Держи его аккуратненько, Пученко. Вы знаете, я, конечно, не специалист, но я знаю, что есть женщины с высокой фертильностью. То есть, есть люди, которые не могут иметь детей много лет. Ну, там есть семейные пары, которые пытаются много-много-много лет завести детей. А есть люди, которым это не стоит никакого труда. Ну, типа, раз и все. То есть, у них вот просто высокая фертильность. Я думаю, что, возможно, вы такой как раз человек. Поэтому, возможно, если вы прям не хотите многодетности, то, возможно, это стоит учитывать. Я, конечно, звучу очень занудно, но мне кажется, это важная мысль, что, наверное, у вас высокая фертильность, и вы, наверное, учтите, что вам это вообще не трудно, судя по результатам. Я уже поняла, конечно. Хотя, с другой стороны, может быть, просто... А вы как предполагаете, что вы станете многодетной матерью? Вот на данный момент нет. То есть, каждый ребенок, он индивидуальный. Если бы у меня все дети были как Ульяна, то есть спокойные, такие умные, то, конечно, возможно, в будущем я бы еще родила ребенка. Вот мне стоило отойти в туалет. Я просто отошла в туалет. Что ты тут наделал? Ты что наделал, Кирилл? Кирюша? Ты что наделала? Ну, я и не зарекаюсь, что все, я перевязываю трубы и больше не рожаю детей. Понятное дело, все будет зависеть от обстоятельств, во-первых, от мужчины, в моей уверенности в этом мужчине, в моем здоровье, финансовый план. То есть много вот этих вот категорий, под которые я буду подстраиваться. На данный момент, если я забеременею, конечно, рожать не буду. Потому что я, в принципе, сейчас морально не готова даже к третьему ребенку. Не то, что там финансово, физически. Нет, это к этому готово. А вот чисто на психологическом уровне я сейчас это не вывезу. Всем доброе утро. Мы уже проснулись. Сейчас будем собираться в садик. Ульянка пока что спит со мной. Кирюшка спит в кроватке. Да, дети? Один малыш у меня в коляске, другой малыш у меня сейчас пойдет в садик. Вот берем всегда запасные вещи, потому что днем жара приходится брать сменку. Да, Ульянка? Полина, а как вы думаете, почему у вас нет традиционных постоянных отношений? Ну, условно там. Вот почему я сейчас не разбираю Илью. Все-таки сложно требовать от ребенка 14 лет, чтобы он вот прям женился, жил и все такое. Ну, я знаю такие, на самом деле, сходные примеры, когда такие вещи случаются, когда люди вот со школы вместе, и у них уже и внуки есть. Я знаю такие примеры. Но все-таки чаще, когда дети не готовы к постоянным отношениям. Но сейчас вам уже 19. Почему не получается отношений, которые длятся? Как вы думаете? Потому что я разочарована в мужчинах. Потому что я уже не могу. Тут дело чисто уже во мне идет, даже, наверное, не в мужчине. Я не могу поверить мужчине. Я не могу ему довериться. Ну и, естественно, у меня двое детей. И вот этот вот детский лепет, типа ходить за ручку, там видеться раз в неделю, мне вот это не нужно абсолютно. То есть я лучше время потрачу на своих детей. Мужчины, как правило, больше сейчас не могут уделять время, потому что у кого-то работа, кто-то просто не хочет. Естественно, мне нужно что-то уже более серьезное. То есть это, если и строить какие-то отношения, то с перспективой, что это будет потом семья. Мужчины, как правило, на это сейчас не готовы. Не хотят брать ответственность не то что за своих детей, так за чужих. Я вообще молчу абсолютно. И был у меня тут молодой человек, которого просто приходилось подпинывать. Иди на работу. То есть мы даже собирались уже жить вместе. Но я просто в один момент увидела, что человек абсолютно ни этого не хочет, что он не горит этим, у него желания абсолютно нет. И я сказала, что, слушай, дорогой, мне третий ребенок сейчас не нужен. Мне двоих достаточно. Мне хочется в отношениях почувствовать себя девочкой, что за меня будут решать какую-то проблему. Вот возникла проблема, мужчина возьмет ее и решит без моей просьбы. Как правило, в отношениях мужчина я. То есть я постоянно подпинываю, сделай то, сделай это. Ну и зачем это, собственно, нужно. Кирилл играет там на своем коврике. Ульянка бесится здесь. Как обычно, в общем. Полина, а какая... Давайте еще немножко... Я понимаю, что вы не только мать. Вообще-то существуют и другие виды вас. Все-таки давайте закончим с вами, как с матерью. Какая вы мать-то, кстати говоря? Ну, я не считаю себя плохой матерью. Я отдаю полностью всю себя детям. То есть даже в финансовом плане дети что-то хотят, вкусняшки. Пожалуйста, берите абсолютно любое. То есть я не смотрю там на какой-то ценник в магазине. То есть хотите, пожалуйста, я вам это куплю. Хотите игрушку, пожалуйста, я вам куплю. У них полный комод одежды. У них просто уже... Просто эти комоды валятся по швам. Ты сестренке подарок повез? Да? Да. Ты что мне такие пальцы показываешь? А? То есть я не считаю себя какой-то плохой, потому что я ущемлю себя. Я не куплю себе лишний раз одежду. Не куплю себе лишний раз косметику. Я отдам все им. Это, конечно, не только в финансовом плане зависит. Я все время посвящаю им. Всю свою жизнь сейчас я посвящаю им. То есть мы... У меня дочь скоро пойдет в школу. Мы с ней занимаемся. С сыном занимаемся. Девочки! Девочки! Чтобы вы понимали, я только что вам сняла его с одного положения, а сейчас он уже в другом. Капец! Я столько с ним занималась. И вот, вот! Плюс сейчас у меня головная боль, это как дать им все. Я понимаю, что у меня сейчас у самой еще ничего нет, но мне нужно, чтобы после меня, кто знает, что будет завтра, мне нужно им что-то оставить. То есть и сейчас, конечно, у меня в планах это взять ипотеку и просто купить им по квартире. Хотя бы по однокомнатной, но пусть она будет. И пока они не вырастут, просто их сдавать. Ульянка идет довольная. В какой-то веке выберемся с нашего города, да? Погулять. Вот. Кирюшка сидит. Вот. Пошли мы на автобус. А как вы планируете заработать на две квартиры? Расскажите. Ну, во-первых, у меня есть накопление. То есть и папа подсуетился, и я где-то постоянно уже на протяжении многих лет откладываю деньги. Ну и, во-вторых, взять ипотеку. Смотрите, вы ведь сейчас не работаете и получаете детские пособия. Да, сейчас я получаю чисто детских пособий. 1045, да, мы с вами говорили? Да, 45 тысяч на двух детей. И вы живете с отцом, и он еще как бы тоже зарабатывает нормально? Да, он зарабатывает, но я денег от него абсолютно не прошу. То есть все деньги, которые я заработала, даже не считая детских пособий, это с Инстаграма, я отдаю полностью папе. То есть вот все деньги, которые у меня на карте есть, я перевожу ему. Так, а как же вы откладываете вопрос? Ну, какую-то часть я откладываю себе на счет, но это буквально, может, тысяча в неделю. И остальные деньги все полностью ему, он руководит финансами, то есть куда, что это сделать. А может статься, что вы не очень точно знаете, какие у вас сбережения, сколько их и правда ли они есть? Нет, конечно, это я знаю, у меня всегда вкладка в Сбербанке есть, сколько у меня там сбережений, сколько накоплено, под какой процент. То есть это все. Плюс сейчас у меня отец занимается инвестициями, меня этому учит. То есть чтобы... Просто папа говорит, что просто так откладывать деньги, это абсолютно невыгодно, инфляция их просто съест, и нужно, чтобы деньги работали. В принципе, да. Полина, а можно узнать, сколько у вас сбережений? Далеко ли вам до двух однокомнатных квартир? Пока далековато, еще только 400 тысяч. Ну, все равно, все равно. А сколько стоит однокомнатная... Я, честно, не знаю. Я еще не мониторила. В общем, в миллионах, правильно я понимаю? Конечно, да. Кирилл Андреевич проснулся и помогает мне со стиркой, да? Да? Ой, какой молодец. Какой молодец, да. Встряхиваешь, да? Все? Пошел? Отойди. А куда пошел? Развесить? Да? Ну, давай. Ой, господи, аккуратно. Давай. Ну, что, не получается? Вопрос. Как вы себе представляете все-таки ваше будущее? Вам совсем мало лет. То есть, понятно, что у вас уже есть история и такая разнообразная, и двое детей, и уже сейчас Ульяна вообще школьницей станет. А тем не менее, вам всего-то 19 лет при таком жизненном опыте. Как вы себе представляете ваше будущее? Расскажите, пожалуйста. Давайте помечтаем немного. Я не знаю. Я никогда не задумывалась о том, что будет в будущем. Я, как правило, живу сегодняшним днем. То есть, единственное, это вот у меня из планов сейчас вот головная боль, это вот как заработать на эти квартиры, как их приобрести, где их приобрести. То есть, я сейчас полностью ушла с головой вот в их будущее. мне нужно и будущее устроить, а не себе. Ты чего на меня ругаешься? Ну, мне кажется, они должны все равно ориентироваться на вас. То есть, если ваше будущее не будет каким-то светлым и прекрасным, а на что они будут ориентироваться? Ну, конечно, как я говорила ранее, в планах у меня есть это пойти в вечернюю школу, подправить эти стад, чтобы потом дети видели, что несмотря какая ситуация, все в жизни решается, все можно поправить, получить профессию. Ну, и, в принципе, показать детям, наверное, что несмотря ни на что, главное это не сдаваться, не опускать руки и вот двигаться дальше. Скажи доброе утро, Лиана. Нет, не скажешь. Ты проснулась? А соску-то убери. Убери соску. Вот, и скажи, я проснулась. Да? Нет, не скажешь. Скажи да. Лиана. А вообще вы оптимистка? Не знаю. Наверное, да. То есть, я в самой плохой ситуации всегда найду плюс. У меня, если какая-то стрессовая ситуация, я не буду там в панике где-то что-то, я начну где-то шутить, кого-то подбадривать, вот, чтобы никто не опускал руки, ну, что все можно решить. Меня так папа учил. Спасибо за субтитру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...